Привет, друзья! Вы на канале Кедырдыр, и сегодня я хочу представить вам новую рубрику. Это короткие видосы в районе 10 минут, где мы будем говорить о прикольных тачках. И сегодня у нас вот этот пармезан. Это Volkswagen Sirocco. Погнали! Sirocco имеет достаточно интересную историю. Первая генерация была создана на базе Гольфа и Джеты в далеком 1974 году. Над дизайном работал сам Джорджетто Джуджаро, который рисовал легендарные Альфы, Масерати, Ламборгини, Феррари и даже Деоланос. Второе поколение появилось в 1981 и продавалось вплоть до 1992 года. Потом Volkswagen Sirocco заменили моделью Carado. Но он продержался на рынке до 1995 года и остановился. Светлые головы Volkswagen подумали, что хватает автолюбителям и всяких заряженных Гольфов. Но в 2006 году на парижском автосалоне произошло неожиданное. Презентовали новый сыр. Так его нежно называют в АГА. Любители. Старт продаж которого был намечен на 2008 год. И вот перед вами именно третье поколение, которое выпускалось с 2008 по 2017 год. И после чего, как принято с этой моделью, поставлено на холд до лучших времен. По факту перед нами самый понтовый, красивый, быстро едущий, хорошо поворачиваемый Гольф. Но так ли это на самом деле? Давайте проверять. Это дорестайловый Sirocco 2011 года. В 2014 году его чуть подмарафетили и выпустили рестайлинг. Но и 2011 года автомобиль смотрится очень эпатажно и на дороге выделяется среди всех автомобилей. Владелец этого автомобиля как раз идеально соответствует ему. Знакомьтесь, это Саша. И он любит выделяться из толпы, как вы видите. Автомобиль выпускается исключительно в виде спортивного купе. Никаких пятидверных модификаций вы здесь не найдете. Раздутый зад придает серьезности, а злая морда многих заставляет уступить дорогу. Во время движения автомобиль смотрится гораздо более динамично, чем в статичном положении. В зависимости от комплектации можно было играться с размерностью дисков, оптикой и люком. В нашей комплектации 17 колеса. Но поскольку автомобиль покупался официально в Украине, да, да, это не биток со штатов. То мы имеем слегка дурацкие огромные зазоры в арках. Это все из-за пакета плохие дороги. Таким образом, вместо 113 мм клиренса мы получаем около 140. И это достаточно сильно портит внешний вид, как по мне. А если сюда впилить еще и 18 колеса, то вот вам и Тегуан. Но это все придирки. Тачка смотрится до сих пор здорово. Внутри у нас типичный фольк с тех годов. Гольф, джета, но с минимальными отличиями. Прикольное сидение, которое в нашей комплектации пускай тканевое, но с потрясающей поддержкой и в них комфортно в жару. Отличный спортивный руль, как в том же GTI. Хорошие материалы, мягкий пластик и шикарное полулежачее положение водителя и переднего пассажира. Ручки. Вы только посмотрите, какие здесь дверные ручки. С местом спереди мы разобрались. Его тут дофига. Но давайте посмотрим, что там сзади. Это все-таки купе. Откидывается вся эта история вот таким образом. Почти как в Ниве, кстати. Опа! Ай! Знаете, места сзади вполне достаточно для двух таких кабанчиков, как я. Втроем, да, мы здесь не сядем. И есть вот вопросик к голове. На длительных поездках, наверное, будешь иногда биться. Или придется вот так чуть-чуть слазить. Но здесь тоже стоит какое-то некое подобие ковшей. И даже при всратой топешке вас не будет сзади кидать какое-то говно по течению. Вылазить? Вылазить, кстати, тоже удобно. Так, это я на карася. Тут у меня наживка. Дверь. Она тяжелая. Едем дальше. Так, ну и по классике жанра. Закройте, пожалуйста, дует. Только откройте. Места достаточно. Единственный минус, единственный минус. Здесь нет кнопки, как у меня в джете, выхода с этой всей ситуации. То есть я багажник сам не открою. Вылазить, кстати, удобнее, чем с заднего ряда. Итак, самое-самое интересное, что есть в этой машине. 2.0 TSI и А3 восьмерки. Все, кто знает этот двигатель, то знакомы с тем, что это масложор и задиры. Но так ли это на самом деле? Да, все так. Но давайте по порядку. В нашем случае стоит топовый двигатель CAWD для обычного Сирока. И это двухлитровый четырехцилиндровый турбированный движок с мощностью ровно 200 лошадиных сил и крутящим 280 ньютон метров. Ген 1, кстати. Он обладает прекрасной динамикой в 7,1 секунду до сотни и максималкой свыше 230 км в час в паре с DQ250. За такие стоковые показатели владельцу, скорее всего, придется заплатить повышенным расходом масла в самых плохих раскладах от 1 литра на 1000 км в зависимости от масла и состояния двигателя. Также цепь ГРМ очень капризная и желательно часто проверять натяжитель. Есть вопросы к узлам помпы и термостата, маслонасоса и балансирных валов. Лично на своей джете точно с таким же мотором совсем недавно поменял ТНВД на 160 тысячах пробегов. А здесь уже более 180. Проблем на самом деле очень много. И это может быть одна из тех машин, которые любят на сервисе из-за регулярной посещаемости. Масла в багажнике возить нужно всегда. Это уж точно. Стоит понимать, что автомобиль уже пошел второй десяток. И ожидать от такого горячего движка надежности не стоит. А вот с динамикой все пушка. Друзья, Саша не знал, что у него есть трекшн-контроль, отключается стабилизация и тачка может в 4000 нормально ланчевать. Стоит ли это делать на такой машине, я не знаю на таком пробеге, но мы проверим. Вот вам первый разгон с тремя тяжелыми мужиками в салоне. 7,37 секунд. Когда я проехал сам, то получил 6,8 с двух педалей. Это на 0,3 секунды быстрее, чем обещает производитель. На десятилетней машине. Саша говорит, что тачка уже на первом стейдже. Что вполне вероятно. Я думаю, что на нормальной резине она легко сможет поехать 6,6,5 до 100. Кстати, да, все с тачкой хорошо, но держака нет из-за колес. Такого не стоит допускать в подобных автомобилях. Только хорошая резина. В нашем случае при всратой топешке в салоне пахло маслом. Владелец говорит, что это из-за вентиляции картерных газов. Что бы это ни значило. Подвеска в меру жесткая и даже на таком клиренсе хорошо держит в поворотах. Практически без кренов. Прекрасная обзорность и компактные габариты позволяют шалить на тачке с уверенностью. А вот что огорчило тормоза, которым здесь уже практически жопа. В стоке стоят вполне адекватные 312 мм наперед, но лучше присмотреться к чему-то типа ATE Power. Поверьте, оно того стоит. В нашем экземпляре, как вы уже поняли, стоит мокрая 6-ступенчатая DSG DQ250. С максимальным крутящим моментом в 350 ньютон метров. Которая и передает всю мощность двигателя на передний привод. К работе коробки вообще вопросов нет на таком пробеге. Но это уже практически пограничный пробег для нее. Ведь примерный ресурс здесь около 200 тысяч километров. Данная связка двигателя и коробки отлично подходит для тюнинга. И на первом же стейдже можно получить прирост в 40 лошадиных сил и 100 ньютон метров. Если заморачиваться и прошить коробку, поставить впуск, выпуск, другую турбину, то у вас уже 300 плюс лошадиных сил и 400 плюс крутящего. Делать подобное на автомобиле с таким пробегом просто неадекватно. Но вот на более живых экземплярах, которых почти нет, вполне можно. Приятно удивил пукающий выхлоп, который прекрасно сочетается пшиканием blow-off. Действительно хочется играть с этими звуками. И это не вульгарный пердеж, а достаточно интеллигентный звучок, который вызывает только улыбку на лице. Среди других моторов также были 1.4 TSI и 2.0 TDI. По надежности скорее я бы советовал смотреть на дизель. Но он совершенно не веселый. Да и на рынке сирока с дизелем практически нет уже. А с форсированным 1.4 TSI на 160 лошадиных сил ровно столько же вопросов, как и с 2.0. Но с динамикой все проще. Самый заряженный сирока R появился в 2014 году и являлся неким аналогом гольф R, но на переднем приводе. Что достаточно странное решение с мощностью 280 лошадиных сил и крутящим 350 млн метров. Такой шпендик разгонялся до сотни за 5,5 секунд и легко доезжал до компьютерного ограничителя 250 км в час. Лично для меня по виду это самый красивый и агрессивный сирока. У нас в Украине в продаже совсем мало фольксваген сирока третьего поколения. Около 50 штук. Цена стартует от 8 тысяч долларов за 1.4 и заканчивается 18 тысячами с 2.0 с минимальным пробегом. 2.0 TSI стартует приблизительно от 10 тысяч долларов. Но живых среди этих экземпляров очень маленькое количество. Может пару штук. Наш вариант как раз и был куплен за чуть меньше десятки. Если смотреть на конкурентов в этой цене и годах, то можно пройтись по семейству VAG с тем же двигателем и проблемами. Это фольксваген CC, гольф GTI, битл, аудио 5, ну или чуть домазать и будет ттшка. Там же стоят и всякие Honda Civic Type R, Hyundai Genesis Coupe и разные BMW. В большинстве случаев это 100 плюс пробега и надеяться в подобных автомобилях на надежность не приходится. Кому-то повезет и он будет возить тачку только на ТО, а кто-то станет завсегдатаем на любимом сервисе. По ценнику обслуживания сирока ничего космического не стоит ожидать. Цены вполне адекватные. Сейчас я вам приведу среднюю стоимость по обслуживанию не у официалов. Замена масла в двигателе с фильтрами будет стоить около 3000 гривен. Советую это делать каждые 7-8 тысяч пробега. На 100-150 тысячах нужно будет заменить цепь ГРМ. Это около 10-15 в зависимости от сервиса. ТНВД может брыкнуться на 150-180 тысяч пробега. Это около 6-7 тысяч гривен. Замена сцепления на ДСГ в идеале на 150 делать это около 1000 долларов. На механике может послужить чуть дольше, если адекватно пользоваться и замена там будет стоить около десятки. Замена масла ДСГ-6 около 6-7 тысяч, каждый 60 тысяч пробега. На механике в два раза дешевле. От топлива еще зависит что будет с форсунками, которая здесь не дешевая. Около 200 баксов за одну штуку. На нашем экземпляре при покупке как минимум нужно было поменять маслоотделитель, это 3000 гривен. И заменить масло на качественное 5W40, тоже около 3000 гривен. Хоть владелец этого не сделал, но стоило сразу прикупить комплект летней резины уровня Michelin Pilot Sport или Goodyear Eagle F1. Около 11 тысяч гривен. На зиму какой-то Goodyear Ultra Grip Ice 2, это уже 13, починить диски, около 6, и поменять тормоза в круг хотя бы на самые простые, это десятка. Итого минимум 46 тысяч гривен или 1700 долларов. Это к тому, что обязательно обращайте внимание на подобные вещи при покупке. Как ни крути, но почти 2000 долларов сразу после покупки на расходники не всем хочется выбрасывать. А если еще и посмотреть на проблемы этой машины, подводя итоги, я не хочу еще раз говорить о надежности и о том, что свежий экземпляр найти практически нереально. Хотя я уже это сказал. Ну ладно, Sirocco это прекрасный, быстрый, красивый и экстраординарный автомобиль. За счет переднего привода он отлично подойдет в качестве первого, как в случае с Саней. Но может отпугнуть любителей ехать боком. Он хорошо управляется и податлив к тюнингу. В принципе, на нем можно ехать даже на дальняке вчетвером и никто не будет сильно жаловаться. Те проблемы, которые он дает владельцу, с лихвой перекрываются его эпатажностью и драйвом. Но что действительно нужно понять и принять? Эти тачки последние из магикан, которые покупают или полные психи, как Саша, или люди, которые знают, что делают. Обязательно пишите в комментариях, как вам такой формат в дополнении к влогу и делать ли дальше такие ролики. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и надежных автомобилей. Пока!